Книга открытым оком И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, и давно даже внутрь дома первосвященников и сидел со служителями и грелся у огня. 1. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельствия сии были недостаточны. 2. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили, мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сии рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный. 3. Но и такое свидетельство их было недостаточно. 4. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. 5. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос, Сын Благословенного? 6. Иисус сказал, я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. 7. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, на что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется? 8. Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки. 9. И слуги били его полонитом. 10. Участь Христа была предрешена. 11. Но для соблюдения формы судьи стараются найти показания против него, по которым можно было бы осудить его на смерть. 11. Как тяжело переносить клевету и слышать извращение сказанных слов. 12. Мы считаем Матфея, 5 глава, 11 стих. 13. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. 14. Матфея, 10 глава, 24 стих. 14. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. 15. Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». 15. На это сказали иудеи, «Сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» 16. А он говорил о храме тела своего. 16. Не только слуги, но и члены Синедриона издеваются над Христом и поносят его всячески наигрубейшим образом. 17. А он в этой толпе, как и раньше, в Гефсиманском саду, не сопротивляется, не угрожает и все переносит. 17. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но преподавал то судьи праведному. 18. Но предавал то судьи праведному. 18. Какое кроткое спокойное величие! 18. Когда Петр был на дворе, внизу пришла одна из служанок предосвященника, и, увидев Петра, греющегося и смотревшись с него, сказала, «И ты был с Иисусом Назолениным». 19. Но он отрекся, сказав, «Не знаю, не понимаешь, что ты говоришь». 20. И вышел вон на передний двор и запел Петух. 21. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоявшим тут, «Этот один из них!» 21. Он опять отрекся. 22. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру, «Точно ты из них, ибо ты галилеален, и наречие твое сходно!» 22. Он же начал клястся и божиться, не зная человека сего, о котором вы говорите. 22. Тогда Петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели Петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня!» и начал плакать. 23. Когда Петр отрекся в третий раз, Господь, находившийся внутри здания, через окно или открытую дверь, взглянул на Петра. 24. Какой взгляд! Матфея, 26 глава, 58 стих. 25. Какой взгляд! 25. Матфея, 26 глава, 58, 63 и 75 стих. 26. Петр же следовал за ним, издали, до двора первосвященников, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. 26. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» 27. Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и глядущего на облаках небесных». 28. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует? На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство Его». 29. Как вам кажется? Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». 30. Тогда плевали ему в лице и заушали его, другие же ударяли его полонитом. 31. И говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» 31. Петр же сидел вне, на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, «Ты был с Иисусом Галилеянином?» 32. Но он отрекся перед всеми, сказав, «Не знаешь, что ты говоришь». 33. Когда же он выходил за ворота, увидел его друга и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назореем. 34. И он опять отрекся, склятывая, что не знает всего человека. 35. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». 36. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека. 36. И вдруг запел петух. 37. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. 37. Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. 38. И, выйдя вон, плакал горько. 39. Также читаем Евангелие от Луки, 22 глава с 54 по 62 стих. 40. Взяв его, повели и привели в дом первого священника. 40. Петр же следовал издали. 41. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. 41. Однако служанка, увидев его сидящим у огня и смотревшись с него, сказала, «И этот был с ним». 42. Но он отрекся от него, сказав женщине, «Я не знаю его». 42. Вскоре потом другой увидел его, сказал, «И ты из них». 43. Но Петр сказал этому человеку, «Нет». 44. Прошло сейчас времени. 45. Еще некто настоятельно говорил, «Точно, и этот был с ними, ибо он галилеянин». 45. Но Петр сказал тому человеку, «Не знаю, что ты говоришь», и тотчас, когда еще говорил, он запел петух. 46. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». 47. И, выйдя вон, горько заплакал. 48. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 18 стих. 48. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. 49. Петр не сразу пал, но еще раньше стоял на наклонной плоскости. 49. Притча, 16 глава, 18 стих. 50. Погибели, предшествуют гордости и падению надменности. 50. Марка, 14 глава, 37 по 40 стих. 51. Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? 52. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощно». 53. И опять отойдя, молился, сказав то же слово. 54. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. 54. Петр следует издали, мы читаем в стихе 54. 54. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями, и грелся у огня. 54. Наконец он оказывается в таком обществе, где ему, как ученику Христа, не место. 55. Псалом 1.1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». 55. Не знакомы ли это крива и многим из нас? 55. В момент приближения искушения Петр не был ни открыто, решительно за, ни решительно против Христа. 55. Он надеялся остаться в среднем, нейтральном положении, но это ему не удалось. 55. Чего ему не хватало? 55. Откровение, 3 глава, с 15 по 16 стих 56. «Знаю твои дела, ты не холден, не горячий, ой, если бы ты был холден или горячий! Но как ты тепл, а не горячий, не холден, то извергнут тебя из уст моих!» 56. А в каком положении мы? 57. Петр согрешил непреднамеренно. 58. Искушение пришло неожиданно и с неожиданной стороны. 59. Когда ходишь невнимательно, можешь споткнуться и о камень. 59. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. 60. Он пал вследствие своей бесхарактерности и нравственной трусости, как это часто бывает. 61. Сидишь, например, в обществе с неверующими, неожиданно предлагают вопрос, требующий ответа, и запутались. 61. Евангелие от Луки, 12 глава, 8 по 9 стих. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и сын человеческий исповедует перед ангелами Божьими. 62. А кто отвержнется меня перед человеками, тот и отвержен будет перед ангелами Божьими». 62. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. 63. Откровение 3, 8. «Знай твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся именем моего». 63. Галатам 1, 10. «У людей ли я ищу ныне благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». 64. Сравните раскаяние Каина. 64. Бытие, 4 глава, 13 по 14 стих. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести, можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». 64. Сравните с покаянием фараона. Исход 10 глава, 16-17-20 стихи. 65. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал, «Согрешил я перед Господом, Богом вашим и перед вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу, Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». 66. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. 67. Покаяние Иуды. Матфея, 27 глава, 3 по 5 стих. 67. Тогда Иуда, предавшись его, увидел, что он осужден, и, раскаившись, возвратил тридцать серебряников перед священником и старейшином, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. 68. Сравните с покаянием Давида. Псалом 50. Начальнику хора Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. 69. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония моей. Многократно омойми от беззакония моего и от греха моего очистим я. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. 70. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. 71. Окропи меня, и сопом буду чист, и омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. 72. Сердце чистое сотвори во мне, Божий, и дух право обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. 73. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. 74. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. 75. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжение не благоволишь. 76. Жертва Бога – дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного Ты не презвишь, Боже. 76. Облагодельствуй по благословению, по благоволению Твоим Сион, возвигни стены Иерусалима. 77. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения всесожжения, и тогда возложат на алтарь Твою тельцов. 77. Сравните все эти покаяния с покаянием Петра. 78. Одного сознания вины и сожаления о ней еще недостаточно. 79. Евангелие от Марка, 15 глава, 1 по 20 стих. 79. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание, и сказав, и связав Иисуса, отвели и предали его Пилату. 79. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он же сказал ему в ответ, ты говоришь. 80. И первосвященник обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений. 80. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. 80. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. 81. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. 81. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. 82. Он сказал им в ответ, хотите ли отпущу вам царя иудейского? Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. 83. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. 83. Пилат отвечать, отвечая, опять сказал им, что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? 84. Они опять закричали, распни его. 85. Пилат сказал им, какое же зло сделал он. 85. Но они еще сильнее закричали, распни его. 86. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. 86. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багреницу, и сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его. 87. Радуйся, царь иудейский! И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. 87. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды, его, и повели его, чтобы распять его. 87. Римский прокуратор Пилат сначала вышел к ним, а потом, вернувшись в приторию, ввел туда Иисуса. 88. Первый акт допроса кончается оправдательным заключением в пользу Христа. 89. Ивангелие от Иоанна, 18 глава, 28 по 38 стих. 89. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. 90. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» 91. Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». 92. Пилат сказал им, «Возьмите его вы, и по закону вашего судите его». 93. Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого». 94. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смерть он умрет. 94. Тогда Пилат опять вышел, вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» 95. Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне?» 95. Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предли тебя мне. Что ты сделал?» 95. Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. 95. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». 95. Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» 96. Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь?» 96. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает глазом его. 96. Пилат сказал ему, «Что есть истина?» 97. И сказав это, опять вошел, вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». 97. Пилат лично убежден в невиновности Иисуса, но и не желает портить своих отношений с правителями иудеев и лишиться популярности. 98. Он пробует лавировать и найти выход из неловкого положения. 98. Посылает Иисуса к Ироду, чтобы прикрыть себя его отзывом. Мы это читаем в Евангелии от Луки, 23 глава, 7 по 16 стих. 98. И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. 99. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. 99. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. 99. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. 99. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. 99. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. 99. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, 99. Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем обвиняете его. 99. И Ирод так же, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. 99. Итак, наказав его, отпущу. 99. Ирод издевается над Христом и дает в шутливом виде оправдательное заключение, 99. О чем Пилат заявляет о собравшейся толпе. 99. Ивангелие от Луки, 23 глава с 11 по 15 стих. 99. Мы это прочитали. 99. Утопающий хватается за соломинку, так и Пилат еще раз пытается вывернуться и предлагает народу выбор между Иисусом и самым отчаимым из всех имевшихся у него преступников – разбойником. 99. Ивангелие от Иоанна, 18-40. 99. Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но Вараву!» 99. Варава же был разбойник. 99. Убийцу Вараву хотел прикрыться, надеясь хоть этим путем освободить Иисуса и выгородить себя. 99. В это же время жена Пилата посылает ему предостережение. 99. Матфея, 27-19. 99. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадал за него». 99. Происходит перерыв в заседании в притории, во время которого первосвященники и старейшины усиленно агитируют в толпе в пользу Варавы. 99. И к раннему изумлению Пилата толпа кричит, требует освободить ей разбойника, а Иисуса предать смерти. 99. Римлянам 15 глава с 11 по 14 стих. 99. И еще хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы. 99. Исайя также говорит, «Будет корень Иесеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. 99. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира, верит, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. 99. И сам я уверен в вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». 99. Римский солдатский кнут был ужасным орудием пытки, и к плети прикреплялись острые костяные плитки, которые раздирали тело до обнажения костей. 99. После четвертого заявления Пилата о невиновности Иисуса происходит замечательный разговор между истерзным Иисусом и Пилатом. Евангелие от Иоанна, 19 глава с 9 по 11 стих. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» И Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему боли и греха на том, кто предал меня тебе». После чего последний даже ищет возможность отпустить его. Но теперь первосвященники сумели задеть Пилата за самую слабую его сторону и затронули в нем тот мотив, за который он был готов поступиться всем и совестью и честью, за его личный интерес. Боясь победить в своей карьере. Евангелие от Иоанна, 19-12 С того, с этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». И желая угодить толпе, Марка, 15-15 Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им варраву, а Иисуса бив, предал на распятие. Пилат, вопреки своему убеждению и совести, отдает Христа на распятие. Какое спокойное величие в речах и поведении Иисуса. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 18-й глава, 4-й по 37-й стих. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали, «Иисус Назарея». Иисус говорит им, «Это Я». Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, «Это Я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, «Кого ищете?» Они сказали, «Иисус Назарея». Иисус отвечал, «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищите, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, леченное им. Из тех, которых ты Мне дал, Я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первого священнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которые дал мне отец?» Тогда воины и тысяча начальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал «Предверница» и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру, «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первый священник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». «Что спрашиваешь меня?» «Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». Анна послала его связанного первосвященнику Киафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему «Не из учеников ли его и ты?» Он отрехся и сказал «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит «Не я ли видел тебя с ними в саду?» Петр опять отрехся и тотчас запел петух. От Киафа повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху. Пилат вышел к ним и сказал «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им «Возьмите его вы и по законам вашему судите его». Иудеи сказали ему «Нам не позволено предавать смерти никого, да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смерть он умрет». Тогда Пилат опять вышел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему «От тебя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне, что ты сделал?» Иисус отвечал «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я небо преданное иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему «Итак, ты царь?» Иисус отвечал «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине, всякой, кто от истины слушает глаза моего». Запомним, что никто не может повредить слуге Божьему без разрешения свыше. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 11 стих. Иисус отвечал «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал Меня тебе». Дай Бог, чтобы никто из нас не оказался оппортонистом. Мы читаем Деяния, 18 глава, 12 по 17 стих. Между тем, во время проконсульства Галилеона, Вахаи, напали иудеи единодушно на Павла и привели его в предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галилеон сказал иудеям «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьей в этом». И прогнали их от судилища. А все елены, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галилеон немало не беспокоился о том. Галатам, 1 глава, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Малейшей уступкой может повлечь с собой глубочайшее падение. Не поступаться принципами из угождения перед людьми. Вот что нам надо запомнить. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok